Добро пожаловать на костюмированный парад! Андреас Бог Дерта Ге Спилгель, Германия 2 июля 2018 года В английском языке есть чудесное выражение «going mental». Оно означает больше чем просто чудить. В подтексте этого выражения есть и намек на сумасшествие. Те, о ком так говорят, оставляют здравый смысл по боку и дают волю чувствам. Они немножко странные, немножко сумасшедшие. А если им не повезет, то они оказываются в больнице. Гоинг Менталь После игры с Тунисом, когда англичане одержали победу в последнюю минуту, некоторые английские болельщики пережили моменты вот такого безумия. Один из фанатов на радостях выбежал в чем мать родила из паба на улицу, где его весело стали подбадривать прохожие. Другой болельщик принялся танцевать и подпрыгивать на сделанной из гофрированного железа крыши пивной с грохотом провалился внутрь. После победы над Панамой фанаты заполнили весь центр Нижнего Новгорода. Один болельщик облил другого пивом из банки, в то время как тот, мокрый как пес, с другим фанатом пил водку и слушал уличного музыканта, певшего что-то о любви и надежде. Гоинг Менталь Пару дней назад мы встретили молодого человека, приехавшего в Россию на велосипеде. Он с уверенностью сказал, «Если мы станем чемпионами мира, то некоторые влезут на крышу Бутингемского дворца». Разумеется, голыми или как минимум с обнаженными торсами. В четверг утром английские фанаты заняли центр Калининграда. Тысячами шли они по городу, заполняя собой пивные на площади Победы и вывешивая перед ними свои флаги. Блэкпол, Блочкпол, Ипсвичтаун, Ипсвичтоун, Престон Нордэнд, Престон Нортэнд. Когда ездишь с английскими болельщиками, то встречаешь преимущественно поклонников клубов из низших лиг. Поддержка национальной сборной заменяет для них поездки на Кубок Европы, которых они никогда не совершали. Итак, что будет, если Англия станет чемпионом? Стюарт, поклонник футбольного клуба Ридинг, ФЦ Ридинг, объясняет так, «Я, наверное, искупаюсь в фонтане на Трафальгарской площади». А когда он узнал, что мы из Германии, то закричал, «Здорово, что вы тут были». «Спасибо, что вы были, а то еще вы швырнули бы нас потом из турнира каким-нибудь 11-метровым». В нескольких метрах от нас стоит Пол, болельщик клуба Кру Александра, Чрео и Александра. Он говорит, что игра против Бельгии ему почти безразлична. Возможно, потерпеть поражение будет даже лучше, соперники по турнирной таблице будут послабее, и шансы на победу возрастут. Что будет, если Англия выиграет турнир? «Я напьюсь». Потом он желает мне счастливого возвращения домой в Германию, но когда я возражаю и говорю, что домой еще не собираюсь, он удивленно на меня смотрит. «Ну, тогда возьми себе, наконец, пиво». Ведь уже почти полдень. Каждый старается перещеголять другого. У кого самый невероятный костюм? Город Калининград – странное место. Он – столица одноименного анклава, граничащего с Польшей и Литвой и находящегося ближе к Берлину, чем к российской границе. Остров посреди материка. Раньше город относился к Германии и назывался Кенигсберг. У него богатая литературная история. Этот город – место рождения Мануэла Канта, и Энуэль Кант, и Э.Е.А.Гофмана, Е.Т.А.Ф.Манн. Тут работали Генрих фон Клейст, Э.Инрич фон Клейст, и Яган Готфрид Гердер, Яан Готфрид Ирдер. Последний сказал однажды, «Человек должен быть неразумнее, он должен быть человечнее». Менее чем в ста метрах от англичан обосновались бельгийцы. В то время как британцы одеты просто в футболке или в рубашке с воротниками на пуговицах от старых британских брендов, девиз бельгийцев – «Чем чуднее, тем лучше». Каждый старается перещеголять другого. У кого самый невероятный костюм? У кого самая дурацкая прическа? Один из болельщиков нарядился бельгийским кульком с картошкой фри. Другой – фанат стандарт Людтиха, стандарт Луттич, по имени Оливер, одет в костюм супергероев, на котором наклеены фотографии игроков национальной сборной. Каждые пару минут кто-нибудь просит у него разрешения сфотографироваться с ним. Оливер в восторге. Он сейчас – король Бельгии или хотя бы король Калининградской площади Победы. Спрашиваем его, что будет, если Бельгия станет чемпионом мира? Думаю, тогда я надену на себя что-нибудь офигенное. А вот это разве не офигенное? Это мой нормальный костюм. В паре метров отсюда Крис и Соня вывесили огромный флаг. На нем написано – Бельгия – чемпион мира. Ну и самомнение у них. У нас с собой даже есть три чемпионских кубка из пластмассы. Заказали перед турниром? Да, в одном магазине в Нидерландах. Они продали нам три штуки по цене одной. Их у них все равно никто не покупал. А что вы будете делать, если Бельгия станет чемпионом мира? Мы влезем на Атомиум и спрыгнем вниз с бельгийским парашютом. А потом будем праздновать неделю. Хела – шеф. Самым крупным достижением бельгийской сборной была игра в полуфинале ЧМ 1986 года с полузащитником Энсо Шифа, Энзо Шифа, нападающим Яном Кулимансом, Ян Чеу Лиманс, и вратарем Жаном Марепфафом, Ян Марепфаф. Золотое поколение и короткая успешная эра. Англия последний раз прошла в полуфинал чемпионата мира в 1990 году. Тогда три Льва победили в одном восьмиф финала сборную Бельгии. Дэвид Плат. Дэвид Плат. На 119-й минуте забил гол, и счет стал 1-2 и 0. Янатан, фанат клуба Лютих говорит, ту игру мы до сих пор забыть не можем. Этот чертов Дэвид Плат. Если бы не он, мы бы попали в финал. Марк, поклонник клуба Брюги, ФЦ Бруги, присоединяется к нам. Не волнуйся, дружище, на этот раз все получится. У нас ведь есть Дебрюни, Дебруйни, Лукаку, Лукаку, и Азарт, Азарт. Они, лучшие игроки в мире. А как же Месси и Роналду? Месси, кто это? Не знаю, отвечает Марк. А Роналду? Этот жирный, старый бразилец. Я тебя умоляю, игру можно назвать необычной. В конце Бельгия побеждает со счетом 1-2 и 0. Английские фанаты несмотря на это, или как раз поэтому, поют. Они, вторые в групповом турнире, и это дает им больше шансов на дальнейшее продвижение к кубку. Лишь в полуфинале они могут сойтись в матче с Испанией. На площади Победы англичане опять срывают с себя футболки. Среди них Пол и Стюарт и многочисленные другие болельщики, которые с удовольствием бы прыгнули в фонтан. Но на одной из прилегающих улиц уже сгруппировалась полиция. Приблизительно сотня человек в бронированной униформе. Гоинг Менталь. Не похоже, что не одобрит такой поступок фанатов.